Тоня Здравствуйте, я самый светлый блогер ТО-55 Тоня лжет, лжет и провоката Меня объявили тролли и говорящие боты Сия ЖЖ, Клеопатры и самым светлым блогерам Моцарт просто немножко завидует К этому серьезно относиться совершенно нельзя Ты лучше расскажи, куда мы едем Без понятия Максим, ты знаешь, куда мы едем? Да, мы едем куда-то в леса Мы едем в Черниговские леса На самом деле, все эти люди-блогеры, я знаю, что вы никого не знаете из них, кроме меня И меня Нет, некоторых вы уже знаете Мы едем на два дня в Черниговские леса Черниговские леса А что там будет, вы увидите дальше Стреш, удар и садомия Как обычно Мы блогеры Нет, ты же для блогера лихать У нас первая остановка, первая и последняя, наверное, на пути Нет, мы, может быть, в Чернигове остановимся А, точно, может быть Мы только задаемся вопросом, кому нужны вот эти Нивы Новенькие Нивы, которые привезли иномарки Мы через час приедем, а обед через час после приезда Чтоб ты голодался Ну, не так, чтоб сильно, но Ммм, жрете И пьем На таком автобусе мы едем Нам его предоставила компания Submarator Худеть вредно Холодно Ты снова не выспалась? Признавайся Как всегда, да Я выспалась, если я встала в два часа дня, а не в семь утра Так, господа, вот мы и приехали на место нашего обитания ближайшие два дня Ажиотаж, блогеры регистрируются Все хотят отхватить себе самые лучшие номера Спасибо Спасибо И программу Спасибо Пожалуйста Заходим в наш рун-тур Слушай, у нас тут две кровати или одна? Ай-яй-яй Это как понимать вообще? Слышишь ты здесь? Уж лучше спать на таком кресле самому, чем вдвоем с этим человеком Небольшой рун-тур Комнатка очень маленькая Небольшая, но тут сразу чувствуется тепло Потому что работает этот все А что-то сигналит А может надо вставить сюда эту штуку? А, точно Душ, туалет, ванная маленькая, чистая, уютная Здесь тоже очень тепло, есть фен Это грязное животное сейчас пойдет в душ Это грязное животное, между прочим, сегодня ночью ехало в поезде Севастополь из Небропетровска Здесь есть даже холодильник с мартини Мартини, виски Шкаф, о, телевизор, слушай Сколько здесь дюймов? Двадцать Балкона нету или есть? Что это такое? Ну и ладно, я буду спать здесь под божьей коровкой Возле окошка, кстати, очень даже милое и уютное местечко О, кстати, мы не узнали про интернет Здесь список каналов А пока Максим в душе, я вам покажу нашу программку Итак, наша программа Вот мы прибыли, обед, начало работы, школы по программе Будут рассказывать, как круто быть блогером Кимификация блога Кофебрейк Мастер-класс от журналистов, публицистов Мастер-класс от фотоблогеров Вечером фуршет И в свободное время будем общаться, знакомиться и так далее Потому что народ-то приехал из разных городов Украины День второй Завтрак Продолжение работы По программе Реклама в блогах Продвижение бизнеса через ЖЖ Кофебрейк Практические занятия Круглый стол послов Обед Сборы Подождите, обед в 18.30 Как-то что-то здесь не складывается Сборы, отъезд Экскурсия по вечернему у Чернигово будет также Где-то часик И отъезд в Киев Спонсоры LiveJournal Шишкин отель Wargaming.net Gato Negro San Pedro Я не знаю, что это Полугар 306 Агентство креативных коммуникаций Официальным перевозчиком Шишкиной школы является компания Светлана Тур Вот такие спонсоры всего этого мероприятия С чем супец? Еще не пробовал Вон человеком, убери, дай людям покушать Какой ты Спасибо, а себе это не брал? Что? Кофе Да, вот такой вот у нас обед Достаточно съедобно, но ассортимент абсолютно его нету То есть есть одно предложение Картошка, пюре, рыба, салат Ты либо можешь есть суп, либо не ешь Ты либо ешь, либо не ешь Вот такая вот рыба Блогеры голодные, неприверитливые Что ты без супа? Ну я не знаю Я слишком жадно сейчас будет поглощать Не с такой жадностью, просто обычное плановое поглощение еды Особенно сфокусируйся на обеде второго дня Да, в 18.30 я тоже читал Музыка 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 Поделись своими ожиданиями от сегодняшнего мероприятия Музыка 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 Все равно пишите о школе О том, что здесь происходит Главная цель, чтобы вы попробовали писать Хороший отчет Потренировались На инфополке Главное Первый докладчик Наша Харакова Музыка Да, просто пару слов тогда расскажу о том, как вообще возникло.. ну такой вообще в виде встречи Мы сами не знали о том, что жесть у людей вообще был Что есть офис в России, на Украине, о том, что вообще есть там там живые люди Была основная идея Больше общаться, больше выйти за народ Чем, собственно, уже полтора года занимаемся Я, в основном, буду рисовать, кое-что буду показывать, кто совсем-совсем новичок. Вот, рецепт, который снимал, по-моему, в блоге главное то, о чем ты пишешь, чтобы это было твое от души шло. Сразу хочу сказать два важных момента. Верхний пост мой, наверное, звучал вот так. Первое. Все, что я сейчас буду рассказывать, это не рецептурное. То есть это не что-то, что вы сможете, говорю, взять, вам, да, и все свои картинки, а в теге прописать. Более того, это не просто не рецептурные штуки, это для всех из вас очень знакомые штуки, очевидные штуки. Ну что, Максим, расскажи, как тебе первые две сессии нашей школы? Почему ты всегда снимаешь меня, когда я жую что-то? Потому что ты всегда что-нибудь жуешь. Не правда, только когда ты меня снимаешь. Поверьте, он постоянно что-то жуешь. Две сессии были интересны. Что новенького для себя узнал? Ну, в первую ничего, конечно. Но в первую очень полезно для новичков. А во второй был очень интересный дядька, который говорил про гимификацию. Ты играешь в игрушки? Нет. Ну, только вот в одну, которую мне только что мусор посоветовал. Бэтлендер. Бэтленд. Бэтленд. Бэтлендер. В танчики я не играю. Но одно время очень сильно игрался в такую злостно-строительную игрушку, как в Сим-Сити. Денис, хватит есть. Тебе понравилось первые две сессии? Вторая была интереснее. Первая, но была, Даша, замечательная девушка. Была очень интересная лекция, но мне кажется, ну, как бы слишком для совсем начинающих. И вторая мне понравилась. Несмотря на то, что я не люблю такие игры, я люблю мир захватывает там, цивилизация. Симулятор Бога там. Да, чтобы тебе там люди молились. Это было что-то. Император мира дедник. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Это судя по всему видео, я знаю. Судя по чему? Судя по аватарке. Короче, штатив вот это неправильно. Да, крючка нет, штатив легкий. Несмотря на то, что он компактный, как бы даже за границей. У меня штатив раза в три тяжелее. Короче говоря, в вашем рюкзаке должно быть все. Вы приходите, блин, а там сидит какой-то нереальный там паук или зверь. Поэтому как бы, ну рюкзак должен включать в себя все. То есть, ну например, да, вот есть вискарь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И конечно же подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!